МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусор – неотъемлемый спутник современной цивилизации. К сожалению, одна из самых главных ее проблем. Общая площадь свалок в России составляет около 4 миллионов гектаров, а это сравнимо с площадью Швейцарии или Нидерландов. И каждый год общая площадь свалок увеличивается еще на 0,4 миллиона гектаров. Немалый процент от этого мусора составляет так называемый строительный мусор. И сегодня у нас в Пермском крае этому мусору без преувеличения дают вторую жизнь, превращая его вновь в строительный материал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая установка перерабатывает на 400 тонн мусора в час. А это примерно один этаж одного подъезда панельного дома. Чтобы увидеть весь процесс переработки, там нужно подняться наверх, и мы делаем это вот таким вот нехитрым способом. Поехали! Первая часть – это дробильная установка. Туда загружается стилье, и там оно измельчается. Вторая часть – это установка для сортировки. Именно здесь уже измельченный продукт разделяется на три фракции. Ну а теперь постараемся разобраться подробнее, как все это работает. Данная дробильная установка предназначена для измельчения горных пород, гранита, известняка, сланца и строительного мусора, обломков бетона, с чем, собственно, мы имеем дело. То есть все, из чего состоит строительный мусор, отправляется сюда. Во время погрузки двумя сотрудниками из всей массы удаляется дерево и резина. Все металлическое отделяется от общей массы автоматически. Так как мы имеем дело со строительным мусором и, собственно, бетон, он в себя включает арматуру, проволоку, все возможные закладные строительно-монтажные металлические элементы, проще говоря. Для этого на главном конвейере стоит магнитный сепаратор, который вполне успешно с этой миссией справляется. Такой сепаратор автоматически отделяет куски металла массой до 10 килограммов. После вот такой сортировки вся оставшаяся масса дробится и уже попадает в сортировальную установку. Материал продается с дробильной установки в питатель. С питателя он в короб грохота. Короб грохота вибрирует за счет эксцентрикового вала, установленного внутри. Довольно мощная вибрация создается. И два слоя сита стоят с разной ячейкой размерностью. И вот в процессе грохочения материал разделяется на три разных фракции. И в результате мы получаем отсев, щебень у фракций 20-40 миллиметров и 40-70. Чтобы понять, где используются полученные материалы, достаточно просто взглянуть под ноги. Основное направление – это, конечно, строительство дорог. Отсыпка, щебень – все соответствует необходимым ГОСТам. И, например, такой щебень из переработанных материалов будет в разы дешевле своего первородного собрата. Таким образом, компания добилась практически стопроцентной переработки мусора. Все вновь идет в работу. В большинстве случаев из этих материалов строятся дороги с невысоким трафиком. Дачные, проселочные. На строительство городских и междугородних дорог просто-напросто такой щебень не подойдет. Там используются более твердые и крепкие породы. Также из этого же материала строятся и временные дороги, например, на строительных площадках. То есть материал идет во временные дороги, в благоустройство, подъезды, допустим, стройка начинается. Естественно, дорог нету. Временные дороги для строителей, которые будут заводить материал. Это как бы удобно. Плюсом вся эта установка мобильна. То есть она может быть доставлена на строительную площадку, где еще находится старое здание, которое подлежит демонтажу. Оно будет разобрано, переработано и из него сделают дорогу. Обычная пятиэтажка на такой установке превратится вновь в стройматериал за три дня. И никак эту уже бывшую пятиэтажку к такой переработке специально подготавливать не нужно. Бьет какой-то из разбора. Ну то есть футболом грузят, здание сломали, загрузили машину, все, машина привезла сюда. А как отмечают представители компаний по демонтажу зданий, с помощью этой переработки решаются наболевшие, а зачастую и недешевые вопросы с утилизацией мусора. Знаете, ранее все-таки по поводу наших полигонов и по переработке мусора, пластика, соответствующих материалов были сложности. Да, многие полигоны брали все это. Также, считает Алексей, немаловажно, что такой способ переработки не наносит вред окружающей среде. На многих полигонах присутствует сортировка мусора, но не на всех она является составляющей части. То есть и вот эти полигоны, возможно, в природную среду все равно же это куда-то девается. Больше заботы о производстве и утилизации мусора и о чистоте города, соответственно. Если мы обратимся к цифрам, то обычная строительная доска разлагается в природе за 10 лет. Арматура 11-13. А вот отходы, состоящие из кирпича и бетона, пролежат в земле до полного разложения еще 100 лет. В настоящее время у организации есть лицензия на утилизацию отходов 3-5 класса опасности. Для понимания, в эти классы не входят радиоактивные и ядовитые отходы. Но в планах получить лицензию на утилизацию резинотехнических изделий. Самые распространенные из них – это покрышки. Их возгорание на свалках наносит колоссальный вред окружающей среде. А далеко не каждый водитель или владелец шиномонтажа знает, куда отправлять стертую резину. Так она и оказывается в мусорных контейнерах, а потом и на свалках. Как вы понимаете, если сжигать просто покрышки или резину, это очень вредно для окружающей среды. Очень большой идет выброс диоксинов и других очень вредных веществ. А в земле такой мусор будет разлагаться до 140 лет. В этой компании резинотехнические изделия будут утилизироваться путем пиролизного сжигания. При пиролизе это происходит в закрытой камере, при очень большой температуре, без воздуха. Соответственно, выброс и вред для экологии минимальный. Помимо непосредственной утилизации, на выходе получается и полезный продукт. Улучшается масло, которое по своими свойствам инфицировано нефть. То есть вы, грубо говоря, будете получать нефть? Ну, прям нефть. Но, в принципе, с него можно делать нефтепродукты определенные. В мировой практике уже распространено производство дизельного топлива из переработанных покрышек. К примеру, в Соединенных Штатах более 100 миллионов старых шин уходят на производство дизельного топлива. И по американским стандартам одна шина равна 30 литрам нефти. Но это все в будущем. А сейчас полным ходом идет переработка строительного мусора. Всю эту установку обслуживает 7 человек. Это включая водителя-погрузчика и водителя-экскаватора. Но охраняет всю установку суровый и грозный охранник. Ничего никуда. Давать вторую жизнь мусору – это значит не только заботиться об экономической выгоде. Это значит заботиться о будущем, в котором жить уже не нам с вами, а нашим детям. Как когда-то сказал писатель Антуан де Сент-Экзюпери, мы не наследуем землю от наших предков. Мы берем ее взаймы у наших детей. Так что давайте вернем ее им в целости и сохранности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова